Международный главный суд в ГААГе выдал ордера на аресты Шойгу и Геразьмова. Почему сейчас? Что раньше про них было непонятно? И что это меняет? Вы знаете, вчера даже съезд народных депутатов принял решение об открытии производства в отношении Путина и Медведева, как двух президентов. Так что у них вчера был урожайный день. Я хочу сказать, что это закономерно. Тут даже скорее вопрос, почему этого не случалось раньше. МУС действительно старается делать работу очень качественно, собирать доказательства. Мы находимся в контакте с чиновниками уголовного суда и, конечно, с прокурорами. Необходимо с прокуратурой Украины, которые с ними работают и работают в доказательстве. Есть юридическая чисто проблема в условиях, когда национальная прокуратура страны не сотрудничает, то фактически очень многое делать не на лицах. То есть нужна какая-то доказательная база, потому что невозможно получить из страны официальные данные, кто там отдал тот или иной приказ. Нужны какие-то доказательства. Но все больше и больше появляются свидетелей. И существуют люди, которые дезертируют с российской стороны. И существуют представители, так скажем, российской элиты, которые находятся на западе, которые приходят в МУС и начинают давать показания. И по мере того, как эти показания, собственно, появляются, МУС выдает новые и новые ордера на арест. Нет шанса, что Россия выдаст Шойгу. Просто это же, смотрите, да, пришел этот самый, господи, новый, напомните мне фамилию-то, Белоусов, господи, вот. Пришел Белоусов, и мы видим, что там арест, там арест, и уже там правую руку Шойгу посадили, да. И вроде как он такой бедный, несчастный, и международный уголовный суд его ждет, и в России он не нужен, в отставку ушел. Может быть, будет какой-то показательный такой, примирительный шаг со стороны Кремля? Ну, ищите Шойгу, понимаем, понимаем. Сами здесь вот за коррупцию их тут понимают. Да, пожалуйста. И может такого быть? Если выдать Шойгу, то надо выдавать и Путина тогда, поэтому, нет, такая история не пройдет. Ну, значит, тут, смотрите, я думаю, что, во-первых, с внутрополитической точки зрения подобный наезд, он скорее замедляет процесс посадки Герасимова, который явно там произойти в любой момент времени. Во-первых, потому что Путин добросовестное обязательство, которое он дал Пригожину покойному, значит, вот ровно то, что он обещал, то он и делает с точки зрения этих посадок. Ну, Пригожина нет, вряд ли он обещал Пригожину его не убивать, вряд ли, то есть, Пригожин об этом просил. Вот, а то, что просил и то, о чем договорились, вот, соответственно, все исполняется. Но Путин никогда не действует под давлением, и, соответственно, если ему к чему-то подталкивают, и на кого-то из его окружения кто-то нападает, то значит, что он всегда встает на них. Поэтому я думаю, что это, наоборот, скорее, может стабилизировать положение Шойгу и Герасимова в путинском окружении. Ну, а если говорить еще серьезно, то российская конституция впрямую запрещает выдачу своих граждан. Поэтому пока у власти находится Путин и действует ныне в Конституции, ни один человек из России, даже после Путина, ни в какой международный суд не уедет. И именно Пакис Естутатов принял поправки в Конституцию, сделал ее переходную модель, которая разрешает выдачу российских граждан, обвиняемых по военным преступлениям и преступлениям против человечности. Без подобных поправок в Конституцию никакого Нюрнберга произойти не может технически. Конституция к конституции, а Милошевича выдали в ГАГу как раз-таки новые ребята в правительстве, так что все, что угодно может произойти, наверное, да? Ну, после того, как они приняли юридические, которые это дают. Это же вопрос технический, да, это такое. Хорошо, после того, как Белоусов стал главой Минобороны, вы там на фронте, вы видите ситуацию, какие-то изменения существенные со стороны России, да, со стороны российской армии. И им стало жить лучше, веселее, у них стало больше боеприпасов. Шойгу Герасимов, мы помним, не давали. Ну, смотрите, да, значит, министр обороны, он же не командует войсками, да, он занимается, да, обеспечением, да. Ну, все равно это напрямую как-то связано с тем, что будет на фронте. Нет, ну, да, нет, безусловно, но никакого качественного, во всяком случае, изменения не произошло. Мы ожидаем, что сейчас будет новая порция из Северной Кореи, потому что об этом, соответственно, только что договорились, да. Но качественного изменения не происходит. Ну, это инерционный процесс. Ничего хорошего от назначения Белоусова, в смысле, мы не ожидаем. Он точно будет стараться дать войска там и больше беспилотников, и больше высокотехнологических средств, и увеличить военное производство. Он точно это все будет делать. Единственное, что не очевидно, что у него это получится, потому что вся эта система выстроена на коррупции. И если у людей нет мотивации производить больше, то они будут постоянно заниматься итальянскими забастовками. Насколько Белоусов сможет это сломать? Он, в общем-то, больше аналитик, чем менеджер. Но посмотрим. Я очень надеюсь, что у него не получится, но я понимаю, что стараться он будет сильно. А что касается украинской стороны, мы как-то потихонечку забываем об этом пакете помощи. 61 миллиард, да, еще пару месяцев назад так бурно его обсуждали, американцы все при... Ну, из разных источников я слышу, что вроде бы потихонечку-потихонечку вот эта военная помощь подходит, 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 и уже лучше. Уже не один к десяти по снарядам, а там один к трем с половиной. Я слышал от некоторых экспертов, ну, соотношение количества снарядов Украины и России. Вам очевидны эти изменения, это помощь на сегодняшний день на фронте, помощь Украине? Вы знаете, по снарядам там многое зависело, в общем, от некоторых наших других партнеров, от тех же самых чеков, которые начали для Украины скупать снаряды и так далее. И поэтому, например, на Тарьковском направлении, то, что там мне говорили наши бойцы, что они ощущали вообще по снарядам. То есть, ну, там официальная статистика, она, наверное, есть только, соответственно, украинского военного командования официального. Они про это не говорят, но тоже это проскакивает из тех или иных, значит, публичных высказываний о том, что в данный момент там более или менее паритет. Но все равно мы ощущаем, чего и слова, с этой американской помощью, это потихоньку, которую несколько раз повторили. Очень они консервативны, очень, значит, аккуратны, очень такое промежуточное решение приняли по разрешениям применять свое вооружение по российской территории. С одной стороны, то, что оно есть прекрасно, плюс это же облегчение, с другой стороны, еще раз скажу, что оно довольно половинчато и обставлено таким количеством разнообразных условий. А вы, я прошу прощения, вы россиянин, вы за то, чтобы, извините за выражение, херачить по военным объектам российской территории даже в глуби. Правильно я понимаю? Конечно, военные объекты должны быть разрушены. Это же вопрос прекращения войны. То есть, если мы хотим сохранить жизнь россиянам, то мы должны делать все возможное, чтобы эта война как можно скорее прекратилась. И, ну, это хирургия, да, то есть, когда ты делаешь операцию, пациенту больно, и у него течет кровь, но потом он выздоровеет. А если эту операцию не провести, то он умрет. И ровно это на данный момент и происходит. Ну да, словами грыжу не залечишь, это правда. А что касается вот этого нытья путинского про ядерное оружие, в последнее время он же сколько, раза три, наверное, на публике появлялся и говорил, вот, в случае, если это мы будем расценивать как угрозу госбезопасности, и тогда вы знаете, и он про это ядерное оружие уже несколько раз говорил в последние дни. Мы знаем, что находится вооружение ядерное на территории Беларуси. Какой шанс на применение тактического ядерного оружия с территории Беларуси в том числе? Как вам видится? Я считаю, что шансы на это около нуля от угроз у них очередной плюс у обоих, и у Лукашенко, и у Путина. А Лукашенко-то вообще ходит Гоголем, что он теперь ядерная держава. Путин там помрет, там случится революция, а оружие это вовсе. И, соответственно, его свергать после этого никто не будет, то есть ядерная страна. И думаю, что в этом как бы есть смысл, да, напоминать про это и все прочее. Но применение ядерного оружия наоборот, очевидно, повлечет ответные удары и миллион, значит, разнообразных проблем, включая принятие решения о физическом устранении. То есть сейчас-то американцы не просто не имеют такого решения на смену Путина, они удерживают Украину, держат ее за руки и за ноги, чтобы она этим вопросом не занималась. Сейчас мы это ощущаем постоянно. У нас ограничение на то, что мы можем делать, потому что американцы постоянно шумят, кричат, звонят, требуются, там, стучат ногами и кулаками постового, чтобы мы там, значит, что-то не, дай бог, не сделали. А в Москве это очень хорошо понимают и пользуются этим. Они все время занимаются тем, что Запад пугают. И, значит, ядерное оружие это только один из стреков. Вот только что, например, произошла, ну, я впрямую говорю, что это трагедия в Севастополе. Российское ПВО сбило одну из украинских ракет, осколки упали на пляж, там, четверо погибших, более ста пострадавших. Естественно, в Украине эмоционально говорят, так им и надо, но я все равно считаю, что это трагедия. Там были хоть дурные, но и мирные жители, да, дурные в том смысле, что какую надо иметь голову, чтобы своих детей отправить на отдых в Крым, в Севастополь в момент разгара боевых действий. Ну, и там один из чиновников же, один из чиновников, дочка у него погибла. Да, зам мэра Магадана, зам мэра Магадана, да. Вот, ну, просто, то есть, это что у тебя должно быть в голове, да, то есть, вот. Вот, но это отдельный вопрос, но все равно это мирные люди, да, значит, и тут же в Москве там вызвали посла и начали угрожать. Американцы начали оправдываться, Госдеп начал делать заявление относительно того, да нет, там, да виноват. Ну, сам факт этого заявления показывает, что, значит, они оправдываются. И тут в Кремле, естественно, потирают руки, что, значит, работают какие-то наезды. Угу. Да, очень интересно. А если бы не эти ограничения американские, если бы не держали по рукам и ногам, что тогда? Устранили бы уже давно путь с Лукашенко? Ну, я бы так сказал, что если бы этих ограничений и это вооружение было бы в начале войны, то, безусловно, эта война бы давно бы закончилась. И никого у Путина бы там уже не было. Вопрос в том, что здесь же еще вопрос не только в самом ограничении, но и когда оно снято. Потому что, в итоге, я не считаю, что будет на кистье, ага, ну, все, да. Ну, просто это вот собаки хвост отгрызают по кисечку. И дают каждый раз возможность им приспособиться. И любой, соответственно, следующий шаг становится более дорогим, и ну, неэффективным. Потому что там же тоже сидят не дураки, и они реагируют, они понимают, что будет дальше. Сейчас они будут строить укрепления в этой самой Белгородской, Курской и Брянской областях, которые нам потом придется прорывать. А полгода назад их даже в проекте не было. А вы полагаете, все так далеко зайдет? Да, очевидно. Без того, чтобы легион свободы России оказался в Москве, власть там не сменится. А без того, чтобы там власть не сменилась, эта война не закончится. Потому что первопричина этой войны в Москве, в Кремле, и без перемен там ничего не будет. Ну, то есть максимум, что может Украина достичь, там освободив свою территорию, это что линия фронта, через которую будут летать все те же самые ракеты, просто будет вдоль государственной границы. Но все равно будет линия фронта. Если мы хотим мира, то мы должны устранить и Путина, и Лукашенко. Куда сначала? На Минск или на Москву? Конечно, на Москву. Потому что, опять-таки, есть причина, а есть следствие. Ну, просто самоустраниться тогда, да. Я так понимаю, что... Последний вопрос, как вы полагаете, население России будет встречать вас как пригожевских мятежников, с цветами и слезами, и радостью? Ну, до сих пор примерно так оно нас и встречало, на тех операциях, которые происходили на российской территории. Россияне очень просто к этому относятся. Любые люди, которые всерьез, то есть с оружием, и против Москвы, это друзья. Ну, естественно, свои, говорящие по-русски там, и так далее. Если там будут американцы или поляки, они, конечно, напрягутся и возьмут вилы. А если свои пришли, да еще и против москвичей, клас, это то, что надо. Хорошо. Илья, спасибо вам за этот разговор. Держитесь, удачи. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok